Ежегодно как в Екатеринбурге, так и в Свердловской области проводятся мероприятия, которые стали традиционными и международными. В большинстве своем Артемовский городской округ принимает в них участие. Примером этому – участие в выставке инновационных проектов «Инопром». Свердловская область и областной центр города Екатеринбург должны быть всегда готовы к приему крупных мероприятий. То есть такого процесса готовности, конечно, не следует ожидать. Он должен быть всегда готов, тем более Екатеринбург как областной центр очень часто встречает крупные международные мероприятия с участием первых лиц государства, глав других государств. То есть много мероприятий у нас уже прошло и ожидается, конечно же, в будущем. Как известно, в 2018 году планируется проведение чемпионата мира по футболу, поэтому уже сейчас вышло постановление Российской Федерации, которое обязывает всей территории области быть готовыми к этому мероприятию. Также будет определен перечень спортивных мероприятий, которые пройдут под эгидой спортивной федерации ФИФА. Город Екатеринбург как областной центр Свердловской области ожидают серию мероприятий, которые пройдут под эгидой ФИФА, спортивной федерации. Уже начиная с 2017 года будет перечень спортивных мероприятий, которые должны пройти на территории нашей области. И участники, и гости этих мероприятий будут размещаться в гостиницах и средствах размещения, предоставляющих гостиничные услуги, которые должны быть обязательно классифицированы. То есть пройти определенную процедуру, категорирование, и чтобы у них была присвоена классификация не менее двух звезд. С 1 июня 2013 года классификация гостиниц уже ведется. Согласно постановлению Российской Федерации, в свою очередь Министерство агропромышленного комплекса проводит аккредитацию организаций, которые будут включены в перечень приема гостей на чемпионат мира. Уже сейчас составлен перечень гостиниц, которые будут принимать участников и гостей. Допустим, если мы возьмем чемпионат мира по футболу 2018 года, у нас должно на территории Свердловской области обеспечен быть номерной фонд более 7700 номеров. Есть аккредитованная категория участников, такие как оргкомитет, представители ФИФА, спонсоры, вип-гости, сами непосредственно участники команды. Должно быть 1700 номеров. У нас этот номерный фонд на сегодняшний день полностью обеспечен для аккредитованной группы участников. Это 1700 номеров. Все гостиницы уже, которые, значит, по требованию ФИФА, гостиницы должны быть для этой аккредитованной категории 4-5 звезд. То есть все гостиницы, которые у нас имеются сейчас, действующие гостиницы, уже распределены по категориям участников. В Москву в Ростуризм эта информация направлена. Она была учтена при формировании заявочной книги от территории. Кроме самих участников планируется приезд болельщиков примерно 6000 человек, которых также надо расселить в гостиничные номера. А они, в свою очередь, должны быть аккредитованы и заявлены. То есть 3000 номеров сейчас уже есть. В перспективе планируется открыть еще эту гостиницу. Ну и плюс мы учли 100-километровую зону от стадиона. Это уже территории Свердловской области, которые также могут разместить вот этих болельщиков. Это такие города, как Верхняя Пышма, Средний Уральск, Первоуральск, Каменск-Уральск, Березовский, СССР и Нижний Тагил. Ольга Микерова также обозначила проблемы, которые на данный момент имеют место быть, но к 2018 году должны быть устранены. Во-первых, это нехватка гостиниц от двух звезд и выше. Четырех и пяти звездочных отелей достаточно, а ниже уровня обеспеченность составляет только 10%. Во-вторых, решив первую проблему, нужно в обязательном порядке пройти аккредитацию каждому гостиничному комплексу согласно правилам ФИФА. Без этого объект не имеет права принимать постояльцев. Здесь же возникает еще одна проблема – это обеспеченность квалифицированным персоналом. Около 500 человек, которых нужно обучить. Поэтому предстоит очень большая работа и до Чемпионата мира по футболу в 2018 году ее надо.